Улица Нижняя Меретинская. Здесь расположены два недостроенных трёхэтажных дома с мансардой, площадью почти 3800 квадратных метров. По документам всё иначе. Разрешение застройщик получал на строительство индивидуального жилого дома высотой в три этажа и площадью 765 квадратных метров. Превышение почти в 4,5 раза. Были наложены обеспечительные меры, однако застройщик под обеспечительными мерами продолжал строительство объекта. Был подан иск. Решение суда о сносе вступило в законную силу. Администрации было предоставлено судом право осуществить снос своими силами в случае, если застройщик добровольно не приступит к сносу. Это право было реализовано, привлечена организация для сноса. Застройщик Гаенета Тулян сносу решила воспрепятствовать. По всему периметру здания были выставлены самосвалы. Владельцы решили, что незаконное строение они демонтируют своими силами. Мы будем ломать подряд. Мы аккуратно будем снимать, чтобы материалы использовать в дальнейшем. Решение о сносе самостроя на улице Нижней Меретинской было принято судом еще в декабре, но исполнять его застройщик не торопился. Спустя несколько месяцев администрация города через суд получила право снести незаконный объект. Теперь любые попытки воспрепятствовать сносу чреваты не только штрафами, но и заведомо обречены на провал. Сегодня к работе подключились судебные приставы. Большекрузы, мешающие демонтажу, были убраны с помощью тягачей. И снос все равно начался. С 2014 года территория Меретинской низменности является особо ценной зоной. Здесь на федеральном уровне запрещено строительство многоквартирных домов. Максимум трехэтажный частный дом на одну семью высотой не более 12 метров. Однако этот запрет не остановил застройщиков. К слову, информации о продаже квартир в этом доме пока нет. В правоохранительные органы никто не обращался. Соответственно, дело до обманутых покупателей не дошло. Глава Сочи Анатолий Пахомов лично встречался с застройщиками и предупреждал, что достраивать незаконные дома не стоит. Мэрия будет обязана настаивать на сносе. Таким образом, в прошлом году уже были снесены два самостроя на улице Ружейной и на пересечении Нижней Меретинской и улицы 65 лет победы. Сейчас силами подрядной организации идет снос дома на перелетной. Решения суда по сносу самостроев должны быть выполнены. И если застройщик не сделает этого самостоятельно, то для этой работы привлекут подрядчика. Если хозяин земли не оплатит строителям демонтаж, то встанет вопрос об изъятии участка, на котором расположен самострой. В данном случае такой иск уже подан.